Давайте поприветствуем пастора Кумуи. Спасибо большое, пастор Сандей. Так здорово быть сегодня с вами. Как пастор уже сказал вам, я занимаюсь определенной работой в университетах. Вообще я начал с того, что я изучал сам в университете математику. Я получил мой первый диплом в математике. Закончил с красным дипломом. И потом также закончил аспирантуру и начал преподавать в университете. Вообще-то все началось с моих лекций в университете. Именно с лекций в университете и с моей такой группы по изучению Библии в университете, где я работал, началась наша миллионная церковь, глубокая христианская жизнь. Мы начали всего лишь с 15 человек в университете, в кампусе. И сейчас из этих 15 человек, по милости Божьей, мы выросли уже до миллионов людей. Мы также не только охватываем университеты, своей работой в нашей церкви, мы охватываем также школы. И мы достигаем сотен тысяч студентов. Также в университетах. Мы достигаем очень многих студентов в университетах моей страны. Очень многие профессора университетов, преподаватели, ректоры университетов являются членами нашей церкви сейчас. Поэтому многие-многие профессора, студенты и ректоры, они уже стали членами нашей церкви благодаря нашей работе. И во всех институтах в нашей стране, особенно в образовательных, в сфере образования, в сфере банка, в сфере экономики, в сфере массовой информации, нам удалось наших людей поставить на стратегические посты в стране. И также некоторые наши люди работают в правительстве. Мы хотим охватить все наше общество через ключевых людей и принести Евангелие в нашу страну. И когда я приехал впервые в Украину, и пастор Сандей поделился со мной видением вашим, и он сказал, что он попросил меня провести такую встречу с вами, теми, которые собираются поступать в аспирантуру, чтобы мы, может быть, поделились некоторыми идеями о том, как же нам развивать систему образования в нашей стране. И однажды, придет такой день, когда вы сможете заполнить университеты вашей страны, школы вашей страны, людьми, которые знают Бога лично. Придет день, когда члены вашей церкви будут преподавать во всех университетах этой страны. Они будут профессорами, ректорами во всех университетах в этой стране. И я верю, что вы пойдете даже дальше, чем Украина. И это возможно. И я верю, что вы сможете охватить даже все университеты Европы. И вы сможете иметь своих представителей, ректоров, профессоров в каждом университете. И зачем нам это делать? Потому что, если люди, которые находятся на ключевых позициях, они будут спасенными, будут жить по правильным принципам, тогда легко будет покорить страну для Христа. Вообще-то, люди, которые занимают ключевые позиции в стране, принимают основные решения, таких людей в стране меньше 1%. Начиная от президента и заканчивая вице-президентом или премьер-министром и всеми людьми, которые работают в сфере экономики, в сфере политики, занимают ключевые позиции, люди, которые являются инженерами, разрабатывают новые технологии, люди, которые занимают ключевые позиции в средствах массовой информации. В каждой сфере общества. Вообще, чтобы занять какой-то ключевой пост в любой сфере общества, эти люди вначале учатся в университетах. Потому что, если мы их достигнем в университетах, пока они еще студенты, то потом эти люди наши, они будут во всех ключевых постах. Если мы хотим установить принципы Царства Божьего в стране, тогда нам нужно охватить каждую сферу общества. Именно поэтому образование настолько важно. Я сегодня буду говорить о значении образования для вечности. Значение образования для вечности. Некоторые люди учатся только для своих земных интересов. Они учатся для своей карьеры, например, но другие люди, они учатся для славы Божьей. И почему мы здесь с вами сегодня, не просто для того, что мы хотим получить какую-то ученую степень или диплом, но мы здесь, потому что мы знаем, что мы хотим использовать свой диплом и свои ученые степени для вечности, для славы Божьей. И важно не только, что вы будете изучать, но что самое важное определиться для себя изначально, для чего ты хочешь идти в эту аспирантуру, для чего тебе нужна эта ученая степень. Мы откроем сейчас с вами Даниила, первая глава. В Данииле, первая глава, я читаю 3 стих. И сказал царь Асфиназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов израилевых и из рода царского и княжеского привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки и разумеющих науки и смышленных и годных служить в чертогах царских и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И здесь мы видим, что Даниил был одним из тех отроков, которые были способными для обучения, его выбрали. Даниил тогда был еще подростком. Может быть, 17-18 лет ему еще было. Но многие из нас здесь, я вижу, уже далеко не подростки. Вам нужно вспомнить Халеба в возрасте 85 лет. И Халеб сказал, дай мне эту гору. И он сказал, я сейчас так же силен, как я был силен 40-45 лет назад. Когда мы видим, что люди стареют, It is not the number of years you spend on earth that makes you too age. It is the condition of your mind. You might be old in the body, but young in the heart and young in the mind. There are some people who are 17 years of age, and they have the mind and the tiredness of 80-year-old people. А есть наоборот, некоторые люди, они еще совершенно молоды, но они уже так рассуждают, с такой усталостью от жизни, как будто им 80 лет. They are weak, they are sluggish, there is no vision, there is no dream, there is no passion. They are always tired. 17-18, but their mind is like the mind of 80-year-old people. But there are some people, 80 years of age, like Moisés, that says, this is the beginning of life that counts. Like Caleb, I am not afraid of the mountain. This is the beginning of the future. And there is something to do. So it is not the age of your body, it is the age of your mind. So it is not the age of your body, but it is the age of your body. If you are young at heart, young with passion, young in your mind, and then you see there is still a mountain to take or to achieve. Then you say, it doesn't matter how old I am in age, it is just how young I am in my mind. So aging does not reflect the state of your body, it reflects the state of your mind. So that is not the age of your body, it is not the age of your life. И вы знаете, что жизнь вообще потрясающая штука Именно поэтому вы пришли сюда Я верю, что вы не из тех людей, которые скажут Ну, Господи, мне уже, наверное, пора к Тебе идти Устал я от этой жизни Вы говорите, Боже, я еще так много хочу сделать для Тебя на этой земле И подумайте, сколько вы всего можете успеть даже за один год Подумайте, сколько вы еще можете успеть за следующие пять лет Если вы подумаете, представите Моисея То его жизнь была разделена на три части Первые сорок лет Это было обучение Следующие сорок лет Это было время пустыни И последние сорок лет Это были те годы, в которые он творил историю, которую мы сейчас читаем Сорок, сорок и сорок Это означало, что уже две трети его жизни на тот момент прошли И только в начале последней трети своей жизни Он вошел в полноту своего призвания Если мы посчитаем Если вам сейчас сорок лет То вы уже прожили двадцать и двадцать лет Что вы хотите сделать в следующие двадцать лет вашей жизни В следующую треть Если вам уже шестьдесят Вы уже прожили в тридцать и тридцать лет своей жизни И теперь самое важное Что вы сделаете с тридцатью следующими годами своей жизни И подумайте, насколько далеко и высоко вы сможете пойти Даже за один год, сколько вы сможете сделать И если у вас будет такое отношение Если вы будете говорить Боже, еще так много мне предстоит сделать Так много мне еще нужно сделать Мы будем говорить сегодня о трех вещах Наша тема сегодня, мы уже сказали Это значение образования для вечности Первая вещь важная, о которой мы будем говорить Это принципы и цель для образования, для учебы Вообще подумайте, для чего я хочу учиться Ну вы думаете, я хочу учиться И у вас есть такой огонь, вы готовы идти Но знаете, некоторых таких людей нужно спросить Как вообще ты учишься? Мы видим здесь Даниила И Даниил и другие люди У них точно была цель для их учебы Когда мы прочитаем четвертый стих Здесь говорится о том, что уже были некоторые характеристики у них Они уже достигли определенного уровня Это не были люди, которые даже алфавита не знали Или не знали азов той науки, которую собирались изучать Эти люди уже прошли какое-то начальное образование Но они хотели уже строить на этом фундаменте И достигать большего И какая же была цель этой учебы их? Почитайте пятый стих И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола И вино, которое сам пил И велел воспитывать их три года Они должны были пройти через этот трехлетний курс обучения И говорится дальше По истечении которых они должны были предстать пред царя Это люди, которые учились, чтобы занять высочайшие позиции в обществе Они хотели стоять перед царем Они хотели служить царем Они хотели общаться с царем Они хотели быть способными говорить на языке царя Быть способными поддержать разговор царя И определять будущее их государства Вот это была цель их учебы Как же им это сделать? Например, давайте подумаем Вот мне нужно изучить вот этот вот Пройти этот курс обучения Каким же принципом мне необходимо следовать? Чтобы понять, что вы делаете Первый принцип Нужно читать Первый принцип Читать Никто не сможет Закончить аспирантуру без чтения Без любви к чтению И нужно не просто читать механически Но нужно читать глубоко проникая Нужно читать глубоко проникая в смысл Например, вы будете изучать интернет-технологии Или какие-то компьютерные техники Для этого вам уже необходимо иметь какие-то базовые знания Или какую-то другую науку будете изучать Математику, физику, экономику, управление Или политику Чтобы вы не выбрали Вам необходимо иметь уже базовые знания в этой сфере И тогда вы сможете уже надстраивать Поэтому мы сказали Первый принцип Нужно любить, читать И много читать Например, вы просто читаете книгу Например, вы просто читаете книгу Если вы будете читать книгу свою по учебе Так, как вы газеты просматриваете Точно не закончите аспирантуру Потому что так, как мы читаем газеты Совершенно отличается от того, как нам нужно читать учебник И если вы хотите учиться в аспирантуре Вам нужно научиться правильно читать И второй принцип Это размышлять После того, как вы прочитали уже параграф или абзац Вам нужно переосмыслить И проанализировать И запоставить то, что вы прочитали С тем, что уже знаете И как вы этому сможете применять Если вы не сможете вспомнить Вы не сможете вспомнить То, что вы только что прочитали Тогда вам нужно вернуться к началу главы И снова ее прочитать Потому что не важно, что вы просто прочитали эту книгу Важно, чтобы в конце прочтения Вы смогли переосмыслить, проанализировать Помнить и применить Номер три принцип Нужно делать определенные пометки того, что вы прочитали Очень важно делать заметки для себя Потому что вы не сможете всегда с собой таскать книги Но если вы делаете важные пометки для себя Вы сможете всегда вернуться к своему конспекту Поэтому номер один мы сказали Читаем Номер два мы переосмысливаем, анализируем И номер три мы делаем для себя заметки Мы записываем Можно записывать в какой-то отдельной тетрадке Или если, например, в вашем рабочей тетради есть в конце Там место для полета Или же в самой книге можно подчеркивать важные для вас моменты И может быть на полях записывать для себя что-то То есть важно читать и работать над тем, что прочитали А не просто просматривать И номер четыре Нужно еще раз просматривать Нужно еще и еще раз просматривать то, что вы уже прочитали, изучили Потому что наш ум построен интересным образом Например, если вы посмотрите на эту сторону здания Вы увидите, что там нету двери А вы увидите, что, например, там трава Но если вы пройдете один раз по этой траве То на этой траве не останется никакого следа практически Но если по этой чистой, свеженькой травке Вы пройдете несколько раз Если вы посмотрите на травку Там, может быть, что-то один прошел, но не видно Если по этой травке люди ходят регулярно То вы уже сможете увидеть там тропинку И клетки нашего мозга Нейроны нашего мозга, они соединены вместе И когда вы читаете Там тоже происходят определенные процессы в клетках мозга И эти процессы, они также помогают вам позже запомнить то, что вы уже прочитали И когда вы просматриваете снова изученную информацию То вашим разуме остается такой же след, как вот на подобном Особие травки, о которой мы говорили Тогда вам будет легче запомнить, вспомнить то, что вы изучили Поэтому мы сказали, что четвертый пункт нужно просматривать еще и еще раз И просматривать нужно через определенное время Если вы сейчас прочитали какой-то материал Через пять часов просмотрите еще раз этот материал Через два дня еще раз прочитайте этот материал Потому что вот это повторение Повторение через определенные промежутки времени Как раз и помогает нам запомнить Пятый принцип Вы размышляете Чем отличается начальная школа от университета? Потому что ученики и первоклассники, скажем Для них, для того, чтобы быть отличником Достаточно просто хорошо повторить то, что учитель сказал А в университете уже недостаточно просто воспроизвести материал Необходимо, конечно же, знать весь материал, который учитель преподал Но важно размышлять над этим материалом Делать выводы, проводить исследования, анализ И уже делать собственные выводы на основании этого Поэтому, когда вы делаете собственное исследование Тогда вы уже будете повторять все, что вы читали раньше Для того, чтобы на основании этого делать свои выводы И вы думаете, ага, как же мне применить все, что я выучил в жизни Какая сфера общества нуждается в изменении? Какая же сфера общества нуждается в каких-то обновлениях Какое-то свежем вливании? Поэтому очень важно не просто воспроизводить материал Но размышлять После того, как я стану кандидатом или доктором наук Как я смогу вот этот материал, который я сейчас изучаю Употребить для того, чтобы изменить мое общество и мою страну Поэтому очень важно практически подходить ко всем знаниям Не просто запоминать в теории Но тут же думать, где и когда я смогу это применить Шестой принцип Нужно делать исследование Исследование Например, вы пишете диссертацию И вы пишете записи, делаете И вы смотрите на определенные условия И вы смотрите на то, что вы уже изучили Вы берете какой-то определенный пример И вы смотрите, что же в других странах было сделано относительно этой ситуации Какой опыт зарубежный я могу позаимствовать Вы сравниваете и анализируете, как же ваша собственная ситуация в стране Как вы можете в своей собственной стране применить зарубежный опыт И вы тогда пишете свои собственные исследования и предложения по улучшению определенной ситуации Вы записываете какие предложения вы вносите, чтобы улучшить, оптимизировать какую-то проблему И тогда вы приносите какое-то, может быть, новое исследование или новое решение проблемы То, чего еще не было раньше И именно в этом и заключается написание диссертации Номер семь Рефреш Вам нужно освежать еще раз это в памяти Может быть, вы что-то изучали два-три года назад И уже почти забыли это Вы знаете, часто так происходит перед экзаменом Часто так после экзамена происходит Если мы сдали сегодня экзамен на отлично Но через две недели, если нас попросить пересдать этот экзамен Мы уже будем бояться, потому что вряд ли мы вспомним И вы хорошо сдали, вы хорошо подготовились для этого экзамена Но знаете, очень важно иметь правильную цель Часто мы учим по принципу трех З Да, заучил, сдал и забыл Но важно иметь цель, чтобы все знания, полученные, применить потом Чтобы улучшить наше общество И если вы забыли два недели после экзамена И если мы сдали экзамены, успешно забыли то, что мы сдали То как мы собираемся улучшать наше общество И применять эти забытые знания Поэтому мы говорим, что седьмой принцип очень важен Нужно освежать в памяти выученные ранее материалы Нужно продолжать напоминать себе Потому что информация, знания, которые вы не применяете Они приведут к разочарованию Знания, которые вы не применяете Или диплом, который вы никогда не будете использовать в деле Поэтому знания, которые вы не применяете И приводят к разочарованию Можно сказать по-другому Желание или стремление без действия равно нулю И мы сегодня с вами здесь Мы такие в огне Стремимся Энтузиасты Такие интересы У нас есть желания Я защищу диссертацию Я стану доктором наук И я подаю документы И я заполняю анкету П.H.D. 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 Да, аспирантура, аспирантура, аспирантура Потом мы заканчиваем наши собрания Через два дня А что там насчет твоей аспирантуры? Ну, я еще думаю над этим Огня уже нет Поэтому просто желание Не подтвержденное никакими действиями Оно равно нулю Но желание, подтвержденное действием Сделает вас героем Поэтому недостаточно просто прийти на собрание Нужно пойти в эту аспирантуру и закончить ее Поэтому именно это сделает вас чемпионом в жизни Только творцы истории Они производят какие-то действия После принятого решения Для того, чтобы стать героем А не остаться полным нулем Нужно каждое свое решение или желание Подкреплять действием И желательно в течение пяти секунд Это основной принцип обучения Следующее Следующий пункт Это процесс прогресса Процесс прогресса Когда мы уже движемся в нашем обучении Теперь, когда вы уже решили, что изучать И вы знаете, как это делать И вы уже точно решили, что все полученные знания я буду применять немедленно Какой же процесс? Как же это сделать? Даниила 1 Семнадцатый стих Даниила 1, 17 И даровал Бог четырем семь отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости А Даниилу еще даровал, разумеете, всякие видения и сны Мы видим Даниила Они уже завершали свой курс обучения И сам царь собирался поприсутствовать на их экзамене И он увидел, что Даниил, он отличался от остальных Он так с красным дипломом, можно сказать, закончил курс обучения И вот именно это должна быть наша цель Мы с вами не должны болтаться где-то в хвосте своей группы Мы должны стремиться к тому, чтобы иметь авторитет Чтобы нас признавали за наши достижения И как же Даниил добился такого авторитета и признания? Номер один, молитва Кто-то сказал Как пастор нас всегда учит Молись, как будто абсолютно все зависит только от Бога А потом работай так, как будто абсолютно все зависит только от тебя Некоторые люди молятся все время, но забывают что-то сделать А другие только бегают и трудятся, но забывают помолиться Давайте подумаем о тех, кто молятся, и они не работают Давайте подумаем о первой категории людей, которые только молятся Духовные такие Они подобны фермеру, который приходит на большое поле И у него есть семена Он видит такие красивые растения И он стоит между вот этой землей, которая вспахана, уже готова к высадке И он стоит между этими семенами, возносит руки Говорит, аллилуйя, слава Богу Слава тебе, Господь Я верю, что Бог может делать все Боже, я благодарю тебя Спасибо тебе за эту прекрасную землю, вспаханную Спасибо Спасибо тебе за эти семена Спасибо, Боже, что ты все устроишь Ты такой чудесный Бог Я верю, что ты все устроишь Слава Богу Я жду плодов, Господь Великий урожай, я жду Великий успех будет у меня Потому что все могу, укрепляющий меня Иисус И потом возвращается домой и ждет результата Ждет плодов Забыл посадить семена, он только помолился А как насчет другого человека, который только бегает, суетится, грудится и не молится Этот человек, он смотрит на поле И он смотрит На свои руки, говорит, ну у меня такие мускулы Я такой сильный Сейчас все посажу Но он начинает сажать эти семена Но он забывает о том, что есть определенная специфика у этой земли Он забыл о том, что нужно землю вообще спахать, прежде чем посадить что-то Нужно ее полить Есть еще погода, которая тоже повлияет Есть еще жуки, которые могут, несмотря на то, что он так классно все помолился Может быть засуха, может жуки съесть этот урожай И несмотря на то, что он так пахал, здорово так трудился Может быть какая-то река разольется и затопит его огород Или наоборот засуха будет Мы ограничены в своем знании Поэтому нам нужна мудрость Каждый человек на земле ограничен Но у Бога есть неограниченная мудрость У нас есть знание И мы можем знать что-то, но мы не знаем все И те вещи, которых мы не знаем, они будут его контролем Именно поэтому нам нужно, конечно же, делать все самое лучшее Делать все, но понимать, что есть вещи, которые не зависят от нас Но они под контролем у Бога И именно с помощью молитвы мы можем получить эту сверхъестественную мудрость И знание от Бога Поэтому номер один мы сказали молиться Номер два готовиться Мы говорим о прогрессе Или о процессе О процессе, который ведет нас к успеху в нашем деле Без подготовки Если мы не подготовлены и приходят какие-то возможности То мы можем только попасть в глупую ситуацию Потому что мы будем не готовы Мы совершенно не готовы И приходит фантастическая возможность В правительстве освобождается место Или же наша страна ищет посла Который бы представлял нашу страну в другой стране И вы видите, а вот такая возможность Я вижу рекламу Если бы я знал, я бы подготовился Возможность такая классная А я не могу подать документы Потому что не подхожу по параметрам А другие подают документы У них все классно Их выбирают Но они счастливчики Это мне не повезло Нет, тут не в везении дело Везение приходит, когда возможность встречается с подготовкой Если вы хорошо подготовлены То вы всегда будете везутчиком Потому что когда вы подготовлены И когда вы готовитесь заранее И потом приходит возможность И вам повезло А когда вы не готовы То не везет почему-то Поэтому очень важна подготовка И именно комбинация Сочетание вот этих двух вещей Подготовка И молитва Она дает хороший результат Когда вы учите Например, вы готовитесь защищать диссертацию И вы так много учитесь Чтобы стать таким умным И вы становитесь таким умным-умным В вашей сфере деятельности И когда вы хорошо подготовлены уже Когда вы стали классным специалистом Тогда возможности начинают сами гоняться за вами Вы становитесь как магнит Который притягивает всякий металл вокруг Потому что ваша подготовка Ваша квалификация Ваш высокий класс Начинает притягивать возможности к вам Даниила в Бавилоне Помните? Вот он был классно подготовлен Он и он был человеком молитвы И когда не было человека Который на выхода на ссору Переведет сон То Даниил был единственным Который был подготовлен к этой возможности И он единственный смог это сделать После того, как на выхода на ссору Другой царь пришел И если вы скажете Ну, наверное, Даниилу так повезло Чего-то так он понравился на выхода на ссору Но тут уже другой царь Уже непредвзятые отношения И у него тоже проблема И Даниил снова смог помочь решить эту проблему Потом следующий уже царь был И Даниила при всякой власти Присновали и почитали Потому что он был подготовлен И он стал незаменим Благодаря своему высокому уровню Он сделал себя незаменимым Именно потому что Даниил подготовил себя Он образовывал себя И именно этим он сделал себя незаменимым И я знаю, что каждый из нас Он хочет стать незаменимым в своей стране Это то, кем вы должны стать незаменимым Вот кем вы должны стать в вашей сфере деятельности Вы должны стать незаменимым И люди не будут просто помочь Когда кому-то нужна помощь Или есть какая-то проблема Все знают, что только вы сможете помочь И тогда Они будут всегда к вам придут И уже не будут смотреть В какую церковь вы ходите Или какой вы Они будут знать, что без вашего знания Без вашей квалификации Они не обойдутся Третий пункт Сила устойчивости Сила устойчивости Величие выше, чем успех В Даниила 6 глава 3-4 стих Даниила 6-3-4 Здесь были три князя Среди которых был Даниил Прошу прощения Даниила 6-2 стих А над ними трех князей Из которых один был Даниил Чтобы сатрапы давали им отчет Видите, в какое особое положение Даниил В этом большущем царстве Там было только три князя И эти три были стойко власти И Даниил был одним из этих трех И царь Он настолько сильно зависел От этих трех князей Что он не смог делать Ничего без них И знаете, из этих трех князей Даниил был первым В третий стих Даниил превосходил Прочих князей и сатрапов Потому что в нем был Высокий дух И царь помышлял уже Поставить его над всем царством Как же Даниилу удалось Получить такой пост Потому что он был настойчивым Если вы будете настойчиво готовиться И учиться в выбранной вами сфере Вы будете не только В сфере, в которой вы пишете диссертацию Вы начнете учиться Изучать все, что вы только сможете найти То придет время Когда будет какая-то безвыходная ситуация И невозможно будет найти выхода Будет казаться, что нужно сдаваться Но вам нужно не сдаваться Даже когда будет сложно и захочется сдаться Нужно быть настойчивым И тогда понадобится вам настойчивость Когда придут такие безвыходные ситуации И захочется сдаться Такие ситуации будут всегда В жизни каждого человека Придет ситуация, когда он подумает Все, я сдаюсь, больше не могу Солдаты, которые участвовали в войне Они скажут вам, что иногда Наступали моменты, когда они думали Все, надо сдаваться, больше не можем И те, которые раньше вас защитили диссертацию Они тоже вам скажут Бывали ситуации в их жизни, когда ему же хотелось просто сдаться Но настойчивость помогла им устоять и продолжать свое дело Настойчивость поможет вам не сдаваться, но двигаться вперед Настойчивость убирает препятствия Поэтому мы говорим, что есть сила в настойчивости И есть Бог на небе, который поможет вам Потому что все, что больше, чем вы Любая ситуация, которая кажется Такой огромной, выше вас Оно под его ногами все равно Все, что кажется огромным для вас Все, что выше и сильнее вас Все, что кажется вас сейчас раздавит Все, что сильнее, страшнее и выше вас Оно все равно под его ногами Именно поэтому мы хотим Не просто достичь успеха Мы хотим достичь величия Если вы уже успешны Слава Богу Но планируйте и работайте над тем, чтобы достичь величия У вас уже может быть хорошее положение Хорошее образование Хорошая карьера Это успех Но идите выше успеха и станьте великим в своей стране Может быть вы с отличием закончили школу Но вы скажете, что я в этом предмете был самым лучшим И в том предмете был самым лучшим Это успех Но те, кто остаются на уровне успеха Они остаются там и потом они уже никому не нужны Но сегодня должно быть начало Нового этапа в вашей жизни Нового витка Мы не должны останавливаться на успехе Мы должны двигаться к величию И все, что придет на наш путь Начиная от сегодняшнего дня До того конечной цели нашего берега Важно помнить одну вещь Никогда, никогда, никогда не сдавайся Просто держись Будь сфокусированным Будь с ноги Будь выскочкой Будь хватким Если Бог открывает тебе какую-то дверь Просто чуть-чуть приоткрывает Поставь свою ногу туда И как только ты получишь эту возможность Не позволь никому разочаровать тебя Оставайся там Как только ты решил, что ты будешь делать Как только ты принял какое-то решение Другие сразу начнут тебя Тебя разочаровывать Студенты будут говорить Знаешь, этот преподаватель берет взятки В общем нереально Без денег Ничего нельзя сделать Если ты не дашь взятку То тут тебе точно нечего И тогда вы скажите Что я собираюсь изменить мою страну И я начну с изменения ситуации В этом университете Я стану лучшим Даже если ни у кого раньше не получалось Я буду первым Кто сможет Бесплатно Без взятки Защититься И помните, что настойчивость Убирает всякие преграды на пути С уверенностью во Христе Который в тебе Ничего не может встать против тебя Один человек С Богом Это уже большинство То, что мы начали Мы закончим И Бог уже дал нам чертежи небесные И мы будем двигаться Соответственно этой карте Божьей И через несколько лет Через несколько лет Через несколько лет В каждом университете нашей стране Будут наши люди верующие И во всех ключевых организациях На всех ключевых постах Будут наши люди И мы будем теми Кто принесет изменения в эту страну Вы готовы И Бог уже давно готов Помогать вам И идти с вами туда Чтобы мы принесли Его волю и Его царство И у вас получится Но просто нужно принять решение Что пути назад нет Вы являетесь таким человеком О котором я говорю сейчас Человеком величия Давайте встанем и посвятим себя Господу Мы сделаем это Мы сделаем это Мы сделаем это У нас получится Мы сможем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому